Всем привет! Это UwebDesign, с вами Саня и мы продолжаем работать с Adobe Illustrator. Сегодня мы будем с вами разбираться, как сделать логотип. Вот примерно такой логотип у нас получится в конце нашего урока, поэтому давайте приступим. Я уже создал до этого новый документ, поэтому создавайте сами. Сделал направляющие линии, заблокировал их. Как все это сделать вы можете увидеть в предыдущем видео про кальмара. Теперь берем инструмент перо и начинаем делать очертания нашей бутылки. Для этого я прервусь и поставлю просто музыку и начну делать. Субтитры создавал DimaTorzok Примерно так. Теперь, когда мы сделали бутылку, мы отзеркалируем ее, то есть выберем инструмент отражения. Именно отражение, не вращение, а отражение. Он у нас на букву О. Нажимаем, естественно отражаем по вертикали, копируем, у нас получится наша бутылка. После чего мы соединим фигуру при помощи клавиш Ctrl плюс J. У нас получится целый путь, вот он. И теперь еще надо нарисовать крышку. Опять же ускоримся. Теперь, когда нас все это устраивает, я решил добавить еще один маленький элементик. Давайте сделаем ручку, как знаете, такие есть у ромовых бутылок. Вот. Для этого выбираем инструмент Ellipse. Делаем свой определенный круг. Ставим его сюда. Примерно, наверное, так, я думаю, у нас должна быть. То есть мы-то не будем сейчас Pixel Perfect устраивать. Копируем фигуру и вставляем ее в то же место. Это Ctrl-C, Ctrl-F. При помощи взрата Alt-Shift делаем меньше. Это у нас будет наша ручка, как вы понимаете. Выбираем эти две фигуры при помощи шифта. Делаем вычитание. Да, иллюстратор вам, как обычно, подсказывает. То есть теперь это у нас одна фигура, как вы видите. И давайте где-то сделаем вот до такого расстояния. Теперь выбираем вот эту и эту фигуру также шифтом. Делаем. Отлично, мы не делаем такое вычитание. А, и мы, кстати, наоборот, их вместе соединяем. И у нас получится наша ручка. Если нас она устраивает. Нет, она нас не очень устроила. Давайте немножечко сожмем вот эту ручку. Пускай она будет вот такая. И еще выделим эти средние точки. И просто их передвинем маленько вот так. Влево. Все, теперь мы опять же объединяем эти две фигуры. У нас получается наша ручка. По-моему, выглядит очень даже неплохо. Все, отдалим, посмотрим. В принципе, да. В принципе, похоже на бутылку. Что мы делаем дальше? Дальше, теперь мы копируем этот слой. Меняем при помощи Shift плюс X с обводки на заливку. Теперь ставим ему еще обводку. Давайте я ее выделю специально, допустим, оранжевым, чтобы вам было видно. Выбираем обводку побольше, допустим. Сделаем ее 6. 6 неплохо. Проделаем все то же самое. И теперь у нас получилась вот такая вот часть бутылки. Отлично. То же самое проделаем с крышкой. Копируем, вставляем. Меняем при помощи Shift плюс X с обводки на заливку. Опять же делаем обводку. Ну, давайте сделаем ту же самую 6. Делаем все то же самое. Вычитаем. У нас получается часть нашей крышки. Отлично. Теперь самое просто нудное. Теперь нам надо просто взять и... Давайте сделаем сразу же белую обводку. При помощи того же самого инструмента перо сделать какие-то небольшие вот такие закругления. Для чего они нам нужны? Сейчас я вам покажу. Мы будем выбирать тип ширины вот этой профиля строки. Выберем вот такой. На толстого, на узкий. И тогда у нас будут вот такие вот засечечки. На бутылке. Ну, мы их, конечно же, потом будем уменьшать. И так далее и тому подобное. Давайте опять же ускоримся, чтобы показать, что будет в итоге. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ну что же. Мы уже сделали определенное количество этих самых линий, я думаю, достаточно. Теперь выбираем их по цвету обводки. Давайте как раз мы поставим всем именно это заострение. Давайте сделаем их потолще, потому что сейчас они у нас, допустим, очень хорошо видны. Но если мы сделаем на 100, то это вообще практически незаметно будет. Поэтому давайте еще раз выберем всю обводку по цвету. Теперь уже, кстати, не надо обязательно выбирать. То есть по предыдущему правилу их выбираем. Делаем больше. Давайте еще сделаем побольше. До трех, допустим. В принципе устраивает. Сделаем вот те, которые были рядом с другими обводки. Давайте сделаем их как раз поменьше. Давайте еще сделаем так, чтобы они у нас не выпирали. Потому что это не очень красиво выглядит, на мой взгляд. Эти выбираем при помощи шифта и делаем их, допустим, два. Ширину их. Но в принципе уже неплохо. Правда, конечно, все равно немножечко вылазит. Поэтому давайте передвинем. Да, в принципе меня устраивает. Теперь выбираем их заново все. И, естественно, их преобразуем в фигуры. То есть нажимаем Expand Appearance. И они у нас преобразуются в фигуры. Теперь выбираем эту фигуру. Нажимаем эффект. И выбираем заострение. Или как оно там? Жесткость, сколько я помню. Выбираем мягкую. Да, где-то 10. Или пускай будет. Да, вот пускай будет, допустим, 17. Меня устраивает. Нажимаем ОК. Обязательно нажимайте превью, чтобы видеть, что получится. А теперь выделяем все эти заострения. Выделяем нашу фигуру. Кстати, до того, как ее выделить, надо еще было преобразовать ее вид. Чтобы она именно была той фигурой, а не эффектом, который мы к ней применили. Все, вот теперь выбираем эту фигуру. Выбираем все эти наши обводки и вычитаем. Теперь у нас получается что-то типа такого эффекта под старину. Давайте все-таки уберем вот эти две выступающие части. И тогда, я думаю, все будет у нас получше. Вуаля. Давайте еще раз попробуем. Выбираем этот же эффект. И будем делать такой большой. Давайте сделаем вот такой. Какая-то меня устраивает. Выбираем по этому самому цвету. Все наши предыдущие обводки. Опять же, я забыл преобразовать его вид в фигуру. Перенесем немножечко, чтобы у нас не было черного. Эту мы развернем. Не хотим же мы, чтобы у нас как-то получилось очень все криво. Ну, конечно, вы хотите, а я не хочу. Давайте так. Теперь вычитаем. И, в принципе, получается очень даже неплохая бутылка. Если посмотреть на 100, то, да, имеет место наше существование. Все, хорошо. Теперь приближаем. Возможно, все-таки было не очень хорошей идеей делать вот эту вот ручку. Поэтому я все-таки удалю. И удалю вот эту вот часть. И теперь просто соединю обратно фигуру. Потому что у нас ничего не было. Никаких особо закруглений. То есть все будет как раз хорошо. Теперь надо сделать такое же место пустое для текста. Давайте. Просто берем то же самое перо. Делаем его. Давайте сделаем вот так вот до середины. Чтобы просто было удобно и чтобы сохранялась как-то симметрия. Берем это перо. Давайте сделаем обводку просто красного цвета. Опять, чтобы она у нас выделялась. Опять же зеркалируем при помощи нажатия на клавишу O. Копируем. Соединяем эту фигуру при помощи Ctrl J. Выбираем такую толщину строки. И делаем толщину допустим 3. В принципе меня устраивает. При помощи зажатого альта и шифта переносим ее вниз. Она у нас сразу же копируется. Делаем чуть-чуть поменьше. Допустим вот до такого состояния. В принципе, опять же, да, меня устроит. Давайте еще чуть-чуть сделаем пониже. Эту сделаем чуть-чуть повыше. Да. Теперь преобразовываем их из обводки в фигуру. Теперь нам надо будет вырезать из вот этой вот фигуры, из этих двух фигур, вот это пустое место. Для этого мы просто возьмем и обведем под точком. Все, выбираем фигуру просто для того, чтобы было нам удобнее. Выбираем у нее цвет любой. Опять же, просто поярче. Так как у нас там две фигуры, и после того, как мы вычтем одну из другой, она исчезнет, поэтому мы при помощи клавиш Ctrl C, Ctrl F копируем фигуру. И теперь будем вычитать. Вычитаем из этой фигуры. Она у нас, кстати, опять же, не заэкспандена. Давайте вычитаем из этой фигуры. И вычитаем из этой фигуры. Вуаля. Теперь эти две фигуры просто выбираем и делаем их черный цвет. И у нас уже готова наша бутылка. Теперь осталось сделать только текст. Можно сделать вот так. Выбираем опять же инструмент перо. Выбираем этот текст. Ой. Это не очень получилось. Отлично. Теперь при помощи, опять же, нашей любимой клавиши O, зеркалируем его в другую сторону. Соединяем эти две фигуры в одну. Выбираем обводку. И теперь нам надо написать тут текст. Собственно, это одно из самых простых дел. Просто нажимаем клавишу T и пишем. Давайте напишем, что у нас там есть. У нас шрифт Мириадр. Давайте пока что так выберем просто для себя. Я хочу взять робота. Так как вы видите, у нас текст получился внизу. Для этого просто выбираем обычную стрелку при помощи нажатия на клавишу V. И после того, как там появится вот именно такая стрелка наверх, просто переносим текст сюда. Теперь раздвигаем этот текст до конца и этот до конца. И опять же, теперь уже можем просто писать, как нам будет удобно. Но так как я называл свой проект Drunken Sailor, то так и напишем. Все-таки давайте капсулу напишем. Больше меня устраивает. И просто увеличим шрифт. При помощи Ctrl-A выбираем весь наш текст. И просто увеличим шрифт до 14. В принципе, неплохо. В общем, у нас готов наш логотип. Сохраняем нашу работу. Всем спасибо. До свидания. Всем пока.